Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Не будем откладывать долгий ящик, да, поехали. Ольга Ефименкова, где вопросы, девчонки, кто не знает, просто некоторые потом девочки пишут, где вы говорили задавать вопросы. Вкладка «Сообщество», то есть вы заходите на канал к блогеру, и там есть «Главное видео сообщество». Вот там был пост, и там девчонки задавали свои вопросы. Ольга Ефименкова, Светлана, здравствуйте, скажите, пожалуйста, есть ли у вас команда Фаберлик, мелочь тут играется рядом, и можно ли заработать Фаберлик, делая заказы только для себя? Я делаю заказы только для себя. За редким исключением, когда я на работу девчонка вносила, ну, соседка может сейчас что-то попросить, а так я делаю заказы на себя, только для себя, и уже как бы вот в этом каталоге вышло на 100 баллов. У меня есть команда, я надеюсь, что в ближайшее время я закрою вице-директора. Можно ли заработать? Конечно, можно заработать, делая заказы только для себя, да, но вы должны регистрировать людей, у вас должна быть команда, чтобы заработать. Я сейчас в прошлом году, да, будучи временной, оформила самозанятость, и я получаю зарплату, не объемную скидку Фаберлик, да, на личный счет уже, а зарплату, зарплату. И открыть самозанятость можно от звания лидер и выше. Кому-то удобно ИП, кому-то удобно самозанятость, мне, естественно, самозанятость, потому что там, во-первых, налог меньше, он мизерный там, и, во-вторых, это действительно удобно. Так, так что можно, на ваш вопрос я ответила, Татьяна, моя любимая, Татьяна Мур. Светуля, красотуля, доброго денечка дорогая, планируете расширяться по жилплощади? Все-таки две девчонки озорниться. А может, хочется свой дом, жить на природе, иметь там свой сад, и вообще пора говорить о новогодних планах, украшениях, декор, блюда, образ на новогоднюю ночь обнимают. Танюш, я тебя тоже обнимаю и очень люблю, хоть к тебе и не забегаю, но сама понимаешь, да. Конечно, планируем расширяться, естественно, это логично, как бы, да, планируем. Я надеюсь, в общем, все чуть попозже. Так, хочется свой дом? Нет, пока свой дом не хочется. До такого возраста, когда очень сильно хочется свой дом, мы еще не дожили, да. Возможно, в проекте, после квартиры, дом, дачку, да, возможно. Пока маленький ребенок, в земле копаться я не очень сильно люблю, если честно, поэтому пока дом нет. Хотя потом все приходит, по-любому будет две грядки побидоров, огурцов и так далее, это однозначно, где две грядки, там и 20, да. Так, дальше, Гузель. Вы мудрая жена? Можете промолчать, чтобы не доводить ситуацию до ссоры, до предела? Кто из вас с мужем первый идет на примирение после конфликта? Ну, во-первых, что такое мудрая жена? Мне кажется, для всех это по-разному. Если женщина промолчала, она, значит, мудрая? Ну, мне кажется, наоборот, это от недалекого ума, это какие-то пережитки прошлого, феодального строя, когда женщина сидела дома, ничего не делала, ухаживала за домом, за семьей и молчала, потому что муж приносил ей деньги, обеспечивал, смотрел за домом тоже там, делал все свои мужские обязанности. Это время давно прошло, и я не считаю, что такое поведение женщины говорит о ее мудрости отнюдь нет. Отнюдь нет. Для меня мудрость женщины немножко в другом, на самом деле. Могу ли я промолчать? Сейчас уже да, могу. По первости не могла. Мне нужно было обязательно высказаться, и я не считаю, что это тоже проявление какой-то глупости или немудрости. Я считаю, у любого человека, женщины или мужчины, я вообще не делю людей, должна быть своя точка зрения. Женщина промолчать, не доводить ситуацию до ссоры, до предела. Ну, в 90% случаях раньше мне нужно было обязательно высказаться и довести ее до предела. Предел разный может быть, да, но мне нужно было до него дойти обязательно. Я не могу вот так вот, когда люди ссорятся, они разговаривают днями, неделями и так далее. Я так не могу. Мне нужно к чему-то прийти однозначно, обязательно. И если меня обидели, мужчина обидел, задел мое самолюбие или он не прав, я никогда не буду молчать. Никогда, естественно. Когда я понимаю свою правоту, и если меня обидели, я, ух, берегись. Как бы, да. Поэтому я не считаю, что это не мудрость, да, как вы пишете. Кто с мужем первый идет на примирение конфликта? Ну, в 90% случаев опять же я, потому что, как вы знаете, я балабол, мне нужно разговаривать, я не могу не разговаривать. И мне нужно либо примириться, говорю, либо разойтись. И так как мы не расходимся, естественно, иду на примирение. Иногда, ой, но реже сейчас. Мужчины такие пошлябичивые. Вообще мужчин мало, на самом деле. Мне кажется, наше поколение еще более-менее дальше. Я не знаю, девчонки, где мои мужчины будут искать. Одни девочки, цветочки кругом растут. Вот. Так что про мудрость я вам сказала. Я считаю, женщина, если она тем более работает, еще ведет семью, что это она должна молчать? Он должен молчать, посапывать в тряпочку. Да? Потому что на вас семья, на вас быт. То есть вы домохозяйка, вы нянь, еще на работу ходите, еще и молчать. Ага, сейчас прям. Женщина должна развиваться, расти. В первую очередь должна уважать себя. Вот это мое мнение. Вот это мудрость женская. Так, Елена Прото-Савицкая. Есть ли у вас реальные перспективы приобрести нормальную квартиру? Здесь опять постановка вопроса неправильная и очень, Елена, некорректная. Но я на него все равно отвечу. У меня нормальная квартира, представляете? На которой бы вы спали отдельно от детей. Двушка, не трешка. И не раздражает ли вас, что вы в таких, еще и ошибке, стесненных обстоятельствах находитесь? В каких стесненных обстоятельствах, стесняюсь спросить? Где вы видите стесненные обстоятельства? Нам заметно, что мы чем-то стеснены. Мне кажется, человек стеснен, если он живет с теми, с кем ему некомфортно. Вас смущает квадратура моей квартиры, что мы стеснены в квадратных метрах? Мне кажется, в первую очередь, человек должен быть счастлив. Ему должно быть комфортно в своей семье. А пусть у вас будет хоть 10-комнатная квартира, если вы там, как все собаки, брешете день и ночь, вам эти комнаты и метры не помогут. Понимаете? Стесненные обстоятельства. Я не знаю даже, что еще на это, если честно, девчонки ответить. Я ничем не стеснена. Абсолютно. Реальная перспектива нормальную квартиру приобрести у меня. Вот на это даже отвечать не буду, потому что моя квартира нормальная, нам вместе хорошо, нам комфортно от того, что мы так близко с друг другом, рядом, любим друг друга, оберегаем и так далее. Вот и все. Так, Катерина из Франции. Привет, Катюш, я прям твои комментарии обожаю, знай это. Здравствуйте, Светлана. На ваш взгляд, какие основные минусы сетевого маркетинга? Вот такой интересный вопрос. Вот на данный момент я для себя никаких минусов не вижу. Сейчас мне кто-нибудь напишет, обязательно надо было волосы завязать. Потому что все хорошо у меня. То есть я получаю зарплату. Но вот для начинающих реальный минус – то, что нужно пахать. Я знаю девочек, знаю лично причем, которые хотят результат, но ничего для этого не делают. Я там 5 лет уже в сетевом маркетинге, 10 лет, и ничего. Но ты ничего не делаешь, прости. Надо пахать однозначно. И это, не знаю, отнести к минусам или к плюсам, потому что когда хочешь реально хороших денег, везде придется пахать, да? Воровать же не пойдешь, правильно? Я тут на ребенка периодически буду отвлекаться. Ну вот, не знаю, минус это или не минус, потому что везде приходится пахать, если ты хочешь результатов. И второй минус, да, как бы минус тоже, это то, что результат отдаленный, скажем так. Вот, допустим, я к хорошему результату пришла через 2 года. Некоторые приходят через несколько месяцев. Это опять все зависит от вашего желания и прорыва, да? То есть сначала нужно работать просто так, грубо говоря, а результат будет потом. Вот это минус сетевого маркетинга. Но если ты идешь к цели, то он будет, он будет хороший. Будет пассивный, просто пассивный доход. Ну и это круто. Ну, это вот тоже может быть минус. Больше минусов я не вижу, в принципе. Одни плюсы. Ты сидишь дома, ты сама на себя и не знаю. Так, Елена В. Светлана, здравствуйте. О чем вы жалеете и за что стыдно? Что бы поменяли в своей жизни? Есть ли в вашем городе еще блогеры? Спасибо за ответы на мои вопросы. И хорошего дня. И вам, Елена, хорошего. Я ни о чем абсолютно не жалею. Ну вот единственный момент, который мелькал когда-то в голове. Я стараюсь вообще ни о чем не жалеть, потому что даже все, что плохое случается, я как бы извлекаю урок, иду дальше. О том, что не начала вести Ютуб-канал раньше. Вот об этом, может быть, чуть-чуть жалею. А так я ни о чем... Мне ни за что совершенно не стыдно, хотя в моей жизни было чего много интересного. Вообще ни за что не стыдно. Вообще ни о чем не жалею. И у меня просто политика такая в голове не жалеть ни о чем. Потому что все, что не делается, все к лучшему. Ситуацию, которую ты не можешь изменить, прими ее. Вот я просто мыслю так, понимаете? Поэтому у меня нет таких моментов даже. Что поменяли бы в своей жизни? Ничего не поменяло. Именно в жизни ничего. Я сейчас там, где я хочу быть, с теми, с кем хочу быть. Я иду к той цели, к которой хочу. В принципе, меня все устраивает. Почему вы пишете мне всегда, что я позитив? Что я позитив? Потому что, когда ты там, где ты нужна, ты будешь позитивом в любом случае. Когда ты занимаешься тем, чем нужно. Не ходишь на нелюбимую работу 24 на 7, пахаешь на дядю. А когда ты работаешь на любимой работе, каждое утро начинаются с улыбки. Потому что ты знаешь, блин, я иду на любимую работу. Как же это круто. Я так же вот ходила. Сейчас пока не хожу. Я не знаю, пойду ли. Если в вашем городе еще блогеры. Есть блогеры. С одной из них, Зариночка, даже мы один раз случайно на улице встретились. Мы общались на ютубе и случайно встретились на улице. Спасибо за ответ на мой вопрос. Так, все, ответила. Людмила Шахова. Доброе время и сутро. Скажите, если не секрет, как познакомились с мужем, как смогли понять, что это именно ваш человек. Я эту же историю рассказывала. Если интересно, посмотрите видео «Вопрос-ответ». Продублирую с мужем. Я познакомилась в интернете Ваське. Как поняла, что мой человек, не знаю, как-то он так пристал ко мне напористо, сразу, резко. И я уже когда вообще еще в интернете, но не виделись, да, малыш, в реале, я уже поняла, что мой. Это происходит неосознанно. Когда ты с человеком встречаешься годами, десятилетиями, как правило, ни к чему не приводит. А когда вот оно, оно, оно резко. То есть мы познакомились, через 11 месяцев мы поженились. Все как-то вот спонтанно. Так, Дина Дэ, бизнес дома. Светлана, доброй ночи. Как долго вы в компании Фаберлик? Три года. На каком уровне вы сейчас, есть ли реальный доход? Есть реальный доход. Я сейчас, господи, я забыла свое уже звание. Лидер, старший лидер. И потом, господи, вице-директор следующего у меня звания. Через какое время возможно выйти на хорошую зарплату, работая в моем компании? Через любое. Все зависит, я уже говорила, от вашего стремления, от ваших целей, от правильной постановки целей, от вашего мышления, готовности вкладываться на начальном этапе. Я имею в виду, распелась, морально вкладываться и физически. Я не имею в виду материальную сторону, я вообще не вкладывалась. Я покупала все для себя. То, что нужно. Я просто это не покупаю теперь в магазине. Поэтому я не вижу никаких затрат в этом. Затрат никаких нет, затрат ноль. Так, так что можно. Я вышла на реально хороший доход, на реально хороший через два года. Если бы я хотела выйти раньше, я бы вышла раньше. Просто я не занималась в Фоберлик абсолютно, я занималась Ютубом. Да? Если бы я хотела, я бы вышла раньше. Было бы желание, девчонки. За три месяца вон в директора выходят. Быстрый старт, получают полцов, съездят в Турцию. Все нормально. Так, очень приятно смотреть ваши блоги. Спасибо, Дина. Интересно и радостно. Откуда берете мотивацию, силы? Иногда хочется забросить все. Крестюш. Но скорая поездка и путешествия вдохновляют. Не, ну конечно вдохновляют. Естественно. Откуда беру мотивацию, силы? Я такая по жизни. Я просто такая по жизни. Откуда я беру? Из жизни. Я люблю жизнь. Я люблю общение. Я люблю то, чем я занимаюсь. Вот опять же вопрос к этому. Если вы занимаетесь тем, что вы не любите, это только будет сосать из вас энергию и вас не подпитает на новые совершения абсолютно ничто. Ничто, поверьте мне. Нужно заниматься любимым делом исключительно. Вы должны были выбрать себе профессию любимую. Должны на работу ходить, ну не должны так, по-хорошему. Таких людей на самом деле единицы. Я ходила на работу как на праздник. И сейчас я занимаюсь любимым делом. Отсюда и энергия, понимаете? Потому что мне хорошо от того, что я делаю. Силы мои не кончаются. Потому что мне хорошо. Мне хорошо с детьми заниматься. Я это люблю. Я обожаю уборку. Поэтому я не устаю убирать. Я обожаю свою работу сейчас, работу блогера. И я тоже от этого не устаю. Поэтому силы, они в принципе не кончаются. Когда у вас есть какая-то утечка энергии, нелюбимое дело и так далее, конечно, тогда да. Верочка Блонд, привет, дорогая. Так, ты заметно постранила. Откроешь секрет. Милая, был бы секрет, я бы тебе его с радостью открыла. Никакого секрета здесь нет. В эту беременность гормон сработал в мою пользу. Я за всю беременность набрала 5 килограмм. И сразу после роддома скинула 15. И они не набираются. Хотя я ем все подряд. Страшно сказать даже что. Они вообще не набираются. Он стоит пока на таком месте. Это гормон. Это вот так сыграл гормон. Поэтому женщине, конечно, чтобы грамотно худеть, нужно идти к эндокринологу, как делала в свое время я. И худеть вместе с эндокринологом, чтобы восстановить гормональный фон и правильный обмен веществ. Поэтому, Вер, у меня сейчас секрета нет никакого. Я, конечно, планирую еще садиться на ПП. Хочется худеть, естественно, еще. Но пока вот так. Евгения Калягина, Светлана. Доброго времени суток. Мне 32 года. Я только учусь пользоваться косметикой. Тональными крем, скульптур, румяна. Ни разу всем этим не пользуюсь. Расскажите, пожалуйста, когда вы начали пользоваться конкретной декоративкой и как так здорово научились красить вееки многослойно. Какой у вас тип кожи? Может, откроетесь секретики по макияжу. Кому ты там смеешься, милая? Спасибо за ответ. Здоровья вам и вашим родным и близким. И вам того же, Евгения. Спасибо огромное. Я декоративную косметику пользуюсь со школы. Я училась краситься, всегда умела краситься. Не знаю, это как-то вот от природы, что ли. Причем я не гонюсь за трендами, не делаю какие-то трендовые макияжи. Делаю то, что кому идет. Красила свою соседку как-то на праздники. Красила еще в школе девчонок на дискотеку. Потому что, ну вот, есть человек, который, допустим, стрелку внизу. Раньше же и внизу мы стрелки рисовали с вами в школе. Нарисует толщиной 5 сантиметров черным карандашом. Ну, это же кошмар, да? Поэтому, ну, просто это, видимо, ну, не знаю, эстетически как-то видно развитое чувство красоты. То есть, если идет красивая девчонка, она красиво накрашена. Я скажу, вау, какая красивая девчонка, красиво накрашена. Я не позавидую, там ни в коем случае ничего такого. Я просто ценю красоту во всех ее проявлениях. Будь то зеленая листочка или красивая женщина, опять же, да? И я нигде не училась, ни на кого не смотрю, ни за кем не повторяю. Мне, конечно, нравится, как делает макияж Гуар. И контуринг, которым я пользуюсь уже много-много-много месяцев, не лет. Конечно, стырила у нее, когда лифтинг-макияж, да, здесь, здесь, здесь и здесь. Это все есть. У меня много видео про макияж. Если вам интересно, можете посмотреть, как я крашусь и пробовать на себе. Но, опять же, под любой цвет и тип лица, волос, глаз, форму, нужно подбирать свой макияж. Нужно экспериментировать. Стали переделать, прям, когда выходной, когда свободное время есть. Накрасились так, понравилось. Можете сфоткаться даже, да? Потом другой макияж попробовали, сфоткались. Третий попробовали, сфоткались. Вот где вы себе нравитесь больше, тут, как бы, макияж продвигайте на себе и экспериментируйте. Евгения Аверьянова. Женечка, привет, давно со мной, дорогая. Есть у тебя план? Ведь и дом, дети, и муж, еще и сетевой. Муж, кстати, помогает. После декрета собираешься возвращаться на работу. Так, сейчас, вон момент. Итак, Женечка, план, вот представляешь, нету. Я купила себе такой красивый ежедневник, такой обалденный. Я его не веду. Вот не веду. Раньше вела, помечала галочками, какие дела за день выполнены. Нет, не веду. Возможно, если бы ввести план, я успевала бы еще всего больше. Не знаю, надо, надо. Это вообще вещь хорошая. Время свое распределять грамотно, да? Но пока вот как-то не складывается с этим. Все по наитию. Дом, дети, муж, еще и сетевой. Да, муж, кстати, помогает. Конечно, помогает. Приходит вечером, когда мне нужно свое время, я иду в ванну. Я до сих пор иду вечером в ванну, ухаживаю за собой, делаю маски и так далее. Иду в душ, он сидит с ребенком, все, он ей покормить может. На маникюр я езжу, он с ней остается как бы. Но без проблем, конечно, помогает. Но Ксюша вне конкуренции, это вторая мама. Она вообще. Так, после декрета собираешься возвращаться на работу? Ты знаешь, нет, не собираюсь. Если ничего в моей жизни не поменяется и все будет идти так, как идет сейчас, не собираюсь. Не хочу. Я хочу работать на себя. Да, вот так. Так, Эльмира Петфибай. Светлана, доброе утро. У нас стало появляться иванское постельное белье. Подскажите, пожалуйста, какое лучше купить? Предпочитаю только хлопок. Доброе утро, Эльмира. Я тоже предпочитаю только хлопка. Естественно, хлопок, но хлопок, он бывает разный. Мне не нравится сатин, потому что по нему скользишь. Я терпеть не могу это постельное белье. А вы из своих предпочтений сходите. Я люблю бязь, грубую бязь. 140 или 145 она у нас идет плотностью. Вот я такую люблю по ГОСТу. Я люблю, еще сейчас могу купить поплин. Поплин тоже нормальный. Он, в принципе, как бязь и не такой скользкий, как сатин. Еще люблю очень трикотаж. Трикотажный просто не себе беру. Вот сейчас у меня трикотажное постельное белье, трикотажные наволочки. Это тоже очень удобно. Тоже хлопок, как бы. Поэтому из ваших предпочтений. Если вы любите такое скользкое постельное белье, смотрите тогда на сатин. А все остальное это вот погрубее. А бязь, она самая грубая из хлопка. Посоветуйте матирующий крем для лица, для жирной кожи, только не из Фаберлик. Просто Юля написала. Просто Юля. Все крема, которые я пробовала, матирующие, не из Фаберлик, не матируют. Поэтому не посоветую. Кристина Брехова. Крестюша, привет. Ты уже со мной давно. Добрый вечер, Светланочка. Скажи, пожалуйста, краску для волос, стойкую. Спасибо. Стойкая краска для волос, по мне, самая-самая стойкая. Это Фаберлик Эксперт Калор. Что такое? И престиж в магазине. Вот я ей красилась одно время. Ее потом не выишешь ничем. А так Фаберлик Эксперт Калор, она очень стойкая. Хотя вот и Ботанику в последний раз брала, тоже стойкая. Маша Чучалина. У нас кроме Вайлбериса нигде ничего не закажешь. А у вас много разных сайтов? Где вы их находите? Кто-то советует? Много. Ну, Вайлберис, Азон, Фикс Прайс на заказ, Сбермаркет, Сбермегамаркет. Где? В интернете это все видишь и заказываешь. Но Василек-то тоже все знают. Вообще сейчас все, наверное, переходит на доставки в связи с ситуацией. У нас вообще бред какой-то происходит в городе. Я в Инстаграм-сторис выкладывала. Поэтому где нахожу? В интернете вижу, нахожу, смотрю, если меня устраивает качество, устраивает цена, заказываю. А так сайты иногда меня находят сами. Светлана, персона-персона. Светлана, посоветуйте уход за кожей вокруг глаз. Очень много мимических морщин. Спасибо. Смотря какой уход любит ваша кожа. Моя кожа вокруг глаз любит крем для лица. На все лицо, поэтому я им не пользуюсь. А так, мне очень нравится крем. По-моему, я на него писала пост в Инстаграм. Если не подписаны, ссылка всегда под видео. Проходите. Эвелин. Классный, очень классный крем. Плотненький, хорошенький. Из Фаберлик Варио плотненький, хорошенький. Мне очень нравится. Потому что крем, который разгладит вам сразу морщины, он, если и есть такой, то это временный эффект. Нам нужно что с вами? Питать, увлажнять кожу. Хорошо ее очищать. Девочки, которые стали очищать со мной веки, так же, как и все лицо, скрабами, гамажами и так далее, сказали, что у них ушли морщины. Я считаю, что кожа век тоже нуждается в очистке. Если мы делаем скраб и избегаем вот эту зону, а как вы ее очищаете тогда, прошу, ответьте мне. Просто пенкой промокнули, все. Морщина – это залома кожи, где собирается огрубевшая кожа, ее надо очищать. Вот, поэтому вот так. От Эвелин кремушек классный. Очень понравился, хорошенький. А так я им не пользуюсь. У меня один крем на все лицо. Так, сейчас, девочки, следующий вопрос убежала. Лен там. Татьяна XXX, добрый день, в каком городе живете? Я живу в Туле. Так, Элизабет Браун. Чего боитесь в жизни больше всего? Какой ваш любимый фильм? О чем вы думаете перед сном? Боюсь в жизни больше всего. То я никогда не задумывалась. И опять это такая политика мышления – не бояться ничего. Я вообще человек по жизни смелый, можно даже сказать отчаянный. И нет у меня какого-то страха, чтобы он сидел в голове. Во-первых, потому что я много лет назад искоренила в себе вот эти вот мысли все дурные. Потому что если ты что-то боишься, это с тобой обязательно случается. Вот поверьте мне, если ты чего-то боишься, это произойдет обязательно. Я ничего не боюсь. Ну, я боюсь вот так вот, ну, там, за свою семью, за своих детей, да, как и все здоровые люди. А так вот что-то у меня какой-то страх есть, нет такого. Мой любимый фильм, я меломан в плане музыки и фильмов конкретно выделить никакой не могу. Ну, Сумерки мне очень нравятся, конечно. Я люблю ужастики. Если хороший такой ужастик, ну, без кровищей, а лучше даже, ну, такой триллер психологический. Вот это я люблю. Много фильмов абсолютно любимых, и нет одного. В то время нравился Твинпикс, я его в декрете с Крестюшкой, кстати, пересматривала. Очень интересный фильм. Так, опять у меня лента убежала. Легко ли, Ивлева, Светлана, легко ли вам дались дети? По порядку здесь много вопросов. Относительно легко, я хочу сказать, потому что некоторые десятилетиями, годами не могут забеременеть. Я первый раз тоже долго не могла забеременеть, полечилась эндокринологом, как лечилась, похудела, восстановила гормональный фон. Гормоны никакие пить не стало, как эндокринолог мне говорила. Я выбрала такой вот путь, я похудела, забеременела. Ну, и, в принципе, достаточно быстро забеременела, поэтому легко, да. Единственное, что вот, ну, Кесарева первое, второе, естественно, это всё очень тяжело, но с этим тоже можно жить. Мы сильные, мы справимся, да. Поэтому относительно легко. Крестюшка вообще как-то сама собой получилась. Мы планировали второго ребёнка, но сильно не настаивали. И когда уже ситуацию отпустили, вот она сладкая. Так, в одном из видео вы что-то об этом рассказывали. Хотелось бы узнать, были бы трудности какие. Ну, вот, не могла, первый раз забеременеть, да, и мы с эндокринологом лечились. Худела, я восстанавливала гормональный фон, а потом по завершению этапа похудения, на 20 кг похудела, я пила гомеопатические капли гармиль. Может быть, они кому-то будут полезны. Гомеопатия, гармиль, они восстанавливают женские половые органы и подготавливают их к беременности. Ну, как бы, может быть, кто-то назовёт это трудностями, ну, я считаю, что это нормально. Самостоятельно получилось ли с помощью медицины? Самостоятельно. В чём были основные проблемы? Рассказала. Недавно из первых минут просмотренного видео на вашем канале. Вы замечательно, а сколько вы уже на ютубе, сколько лет вашему каналу? Три года как начала заниматься фаберлик, так начала снимать ролики. Три года. Сначала там, конечно, бред, но я их не удаляю, кому интересно, посмотрите первые ролики, поражите. Вот. И получается три года, да, три года. Первый год был тяжёлый, а потом уже пошло по накатами как-то. Виктория Зайцева, красивая осенняя Светлана. Спасибо огромное, Виктория. Ирина Щеглова. Как стать директором фаберлик? Пахать, Ирина. Пахать день и ночь. Работать, подписывать людей, строить структуру, собирать команду, быть зажигалкой, мотивировать, развивать себя как личность, быть узнаваемой, потому что об их кому человек не пойдёт. Вот человеку надо импонировать, да, хотя кто-то у нас подписывается и к обыкому, к сожалению, да, просто подписываются, не выбирая регистрационный номер, не идя по чьей-то ссылке, да, и тогда фаберлик самых распределяет, ну, обыкому, скажем так. А потом жалуются, что вот мой наставник мне не отвечает, грубо говоря, да, поэтому только пахать. Как стать директором предприятия? Пахать. Как стать директором фаберлик? Пахать день и ночь. Вот так. Я надеюсь, я стану директором фаберлика в следующем году. Точно, да. Будем прописывать с вами цели перед Новым годом. Хотите? Научу вас, как правильно ставить цели, если кто не умеет. Если интересно, ставьте плюсик в комментариях. Так, по-моему, всё, девчонки. Я прочитала все ваши вопросы, ответила на все. Они появляются постоянно, поэтому, если я на ваш вопрос не ответила, значит, отвечу в следующем видео, потому что только вчера выложила пост, и уже вопросов набежало много. Да, пусть это будет первая часть. Если будет ещё много вопросов, то сделаю ещё ролик, и будет у нас вторая с вами часть. Мои хорошие, я вас всех люблю, целую. Любите себя, берегите себя. А мы с Крестюшкой пойдём играться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok